Две недели назад Я начал говорить о Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея Но я думаю, что в течение двух недель меня это слово не оставляет Коротко я хочу вернуться к тем словам, которые я говорила в прошлый раз Я чувствую, что это слово должно зайти внутрь наших сердцев Я хочу начать с молитвы Вы также Откройте ваши Библии на Евангелие от Матфея Кому нужны Библии, поднимите руку, мы вам дадим Кто от кому-то нужна Библия Раздайте, пожалуйста Когда мы открываем Матфея 5 главу Мы видим, что Иешуа в своем земном пути Всегда был окружен своими учениками Но также из-за того, что он делал много чудес и знамений Множество людей следовало за ним И люди хотели посмотреть и узнать, что это за известный раб Особенно когда люди слышат про чудеса и знамения Вчера мы сидели, у нас был Кабалат Шаббат здесь в нашей сухе Мы еще ее не разобрали Оказывается, это просто так очень приятно сидеть в сухе Потому что сухот это, в принципе, прообраз тысячелетнего царства Мы поужинали там, потом щелкали семечки И говорили про разные божественные вещи Точно так же Как написано в книге от Матфея Они сидели вокруг Иешуа Они в Кеше Таамим купили семечки И сидели и слушали Равина А он говорил к ним интересными вещами И возможно произойдет чудо Если происходят чудеса И естественное желание человека быть ближе к этому чуду И в то время, когда Иешуа ходил на этой земле Он был не единственным, который делал чудеса на этой земле Вы можете прочитать про эти исторические события В разных древних источниках и толкованиях Возможно, это был такой период И не до конца мы понимаем все это Но те чудеса и знамения, которые делал он Они были потрясающими Отличались от других И даже те люди, которые не считали себя его учениками Но все равно хотели находиться рядом с ним И вдруг Иешуа начал говорить с ними словами Которые кажутся странными Откроете от Матфея 5 главу И я хочу прочитать 3 стиха Иешуа 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 Если бы мы сидели там И вдруг какой-то известный раб говорит такие вещи А я нахожусь среди слушающих Что бы со мной тогда произошло? Что с тобой бы произошло? Я не знаю как вы, но я бы сразу подумал Какой категории я принадлежу Я нищий духом В обычном понимании Нищий духом Это такие несчастные люди Люди, которые решены немножко от реальности И нормативный человек не очень стремится приближаться к таким людям И являюсь ли я нищим духом Я не уверен Но если я не нищий духом Тогда получается что я пропускаю царство Божье Так может быть я найду себя в другой категории Авелим Скорблю ли я, плачу Эвел Зе бебитуй Ма ше канкатуб Зе бенадам Ше ибедет Мишу каров Ве ахув Скорбь Здесь написано Блаженый скорбящий Это те которые Скорбь это Когда ты потерял близкого человека Ве амит Ше Бен коль киила Бекол маком Есть бенадам Ше ибедет Мишу каров И всегда В любом обществе В любой общине Есть люди Которые потеряли Своих близких Но Адавар Зе 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 Змени Ну Несмотря на то Что потеря Она навсегда Но твое Состояние Скорбящего Оно все-таки Временное Гломар Батхала Ата Ата Бухе Вначале После потери Близкого Человека Естественно Ты плачешь Искорбишь И разные Ужасные мысли Может быть Даже лезут тебе В голову Но Этот траур Проходит Искор Проходит И ты Возвращаешься К своей обычной жизни Ва Масор Это Игудит Бо Эцем Эвел Эвел Интенсив Зе Ходиш А Валахар Ках Ба Эвел И в еврейской Традиции Траур Продолжается Интенсивный Траур Это месяц После месяца Человек Близкий Который Человек Умер Он находится В трауре В год А потом Ты возвращаешься К своей Обычной жизни И После Года Ты Уже Являешься Обычным Нормативным Человеком И Вдруг Человек Говорит Но Я Уже Не В Трауре Что это Значит Что это значит Вашими словами Как вы можете Объяснить Эту категорию Блаженной Жаждущей И алчущей Правды Есть какие-то Идеи Перфекционисты Бенадам Перфекционисты Окей Может быть Окей Все что вы говорите Правильно Во-первых Каждая Высказанная Мысль Правильная И Это Не Единичная Категория Она Подразумевает Многие Вещи Но Я Скажу Еще Одну Категорию Которая Не Есть Есть Такие Люди Которые Как мне Кажется Немного Странные Ну и Для них Есть Место Они Они В каждом Месте Ищут Что Не Так Если Если Этот Человек Находится В общине Они Всегда Ищут Что Сделал Лидер Общины Или Другие Верующие Не Так Если Они Работают На Заводе То Они Всегда Ищут Где Ответственный Неправ Если Это Правительство И Он Сидит В Оппозиции То Он Смотрит На Главу Правительства На Коалицию И Выискивает Что Они Плохого Сделали И Скоро Когда У Нас Будут Выборы Так Все Конечно Откроют Свои Рты И Будут Говорить Какой Дурак Биби И Как Он Умник Сделал Все По Другому Но Эта Категория Не Включает В Себя Все Эти В В Потому Что Мы Например Помним Муш Это Был Лидер Из Лидеров И Естественно Он Относился Ко Всем Вопросам Общины Он Видел Тот Балаган Который Сделали Дафан И Авирам Он Видел Где Ему Нужно Привести Людей Компромисс К Естественно Это Все Влияло На Него Но Другой Правды Он Искал Он Жаждал Чего-то Другого Когда Я Вспоминаю Рассказ О Муш Мы Время Время И Именно Тут Я Хочу Увидеть Разные Примеры Потому Что Бог Хочет Чтобы Учились На Основании Святых Писаний Вдруг Мы Видим Муш Которого Бог Оправдал И Когда Дафан и Авирам Уже Были Мертвы И Вся Оппозиция Уже Сошла В Преисподню И На Человеческом Уровне Муш Должен Был Сказать Слава Богу Я Выиграл Я Выше Всех И Сейчас Я Могу Продвигать Свою Политику Но В Этот Момент Что-то Происходит И Он Говорит Богу Если Ты Себя Мне Не Откроешь Я Перестану За Тобой И Бог Говорит Не Переживай Я Своего Ангела Пошлю Перед Лицом Твоим Я Пошлю Ангела Моего Лица Перед Тобой И Выражение Танаха Ангел Моего Лица Это Это Говорится О Ком-то Очень Большом Скорее Всего Это Даже Не Ангел Ангел Моего Моего Лица Это Кто 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 Имеет Практически Власть Бога Но Моше Говорит Мне Недостаточно Этого Есть Недельное Чтение В Торе Где Написано Требуй Правды Правды Там Есть Ударение На Правды Правды Требуй И Смысл Этого Это Ищи Божьего Лица Я Должен Подумать О себе Такой Ли Я А Если Я Не Такой То Что Я Здесь Упустил Потому Что Те Которые Требуют Правды Алчут И Жаждут То Бог Обещает Им Насытиться Так Что Если Я Этого Не Делаю То Я Всегда Буду Голоден И Тогда Я Смотрю И Пытаюсь Найти Себя В Другой Категории Может Быть Я Принадлежу Категории Блажен И Милостив И И Они Помил Что Значит Милостив Кто До Меня Спросил Вчера Слово Милостив Милост Что Это Слово Однокоренное Со Словом Утроба Мы Все Взрослые Люди Я Уверен Что Иногда Люди Проходят Ты Проходишь Какой-то Трудный Период В своей Жизни Как Я И Каким-то Утром Может Быть Вечером Ты Просто Не Готов Встать С Кровати Потому Что Ты Чувствуешь Себя Ужасно И Тебе Просто Хочется Закопаться Сжаться И Возможно Ты Уже Большой И У Тебе Живот Вырос И Поэтому Даже Сложно Сжаться Но В твоей Голове Тебе Хочется Сжаться В Комочек И Почувствовать Себя Как Маленький Младенец В утробе Матери Потому Что Ты Чувствуешь Что У тебя Нет Сил И Не Знаешь Как Тебе И Возможно Все Не Так Ужасно Но Что То Ужасное На Тебя Наваливается Иногда И Обстоятельства Действительно Бывают Ужасные И В Этот Момент Тебе Хочется Чтоб Тебя Кто Тебя Обнял Здесь Об Это Написано Возможно Я Не В Таком Состоянии Возможно У 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 И Тогда Мне Не Положена Милость И Что Я Не Буду Помилован Без Царства Уже Остался Голодный Я Тогда Смотрю Дальше И Возможно Я Принадлежу Другой Категории И И Шу Продолжает Требовать Написано Блаженный Чистый Сердцем Ибо Они Бога Узрят Кто Хочет Узрить Бога Возможно Атеисты Не Хотят Возможно Человек Который Верит В то Что Бог Существует Но Продолжает Грешить Тоже Не Очень Сильно Стремится Его Увидеть Потому Что Он Боится Суда Но Любой Нормальный Верующий Когда Чувствует Бога Своим Отцом Хочет Увидеть Бога И Здесь Написано Здесь Тебе Нужно Быть Чистым Сердцем И Я Спросил Вчера У Ширли Как Мне Лучше Объяснить Словосочетание Чистым Сердцем Потому Потому Что На Иврите Написано Нечистым Сердцем Но Здесь Написано Здоровым Сердцем Или Когда Твоё Сердце Невинное Чистое Они Стакали Пашют Бамилон Ивры Ивры Вишам Катуб Цадик Хагон Иш Медот Лё Дабак Бо Рывав Я Посмотрел В Иврите Здесь Написано Праведный Справедливый Иш Медот Всё У него Взвешенный И Когда В нём Нет Ничего Плохого То То Что Скверное Что-то Или Нечистое Он К этому Даже Не Приближается Я Хочу Поговорить Про Эти Качества Если Я Не Нахожу Себя Ни В Одном Из Этих Списков Так Что Я Вообще Не Принадлежу Царству Божьем Или Если Кто-то Себя Находит В Этом Списке Если Кто-то Себя Нашёл То Всё Он Определил Для Себя Категорию И Может Продолжать Сидеть И Никуда Не Двигаться Ну И Когда Я Смотрю Сюда Я Вижу Что-то Другое Я Бросает Нам Вызов И Я Говорит Здесь Если Ты Не Принадлежишь Так Найди Себе Принадлежность Если Ты Не Находишь Себя В Этой Категории То Сделай Себе Сделай Твою Жизнь Такой Чтобы Быть Принадлежащим К Одной Из Категории То То Это Выбор И Это Хождение Это Еврейский Путь И То Что И И То Что 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 Я Потому Что Я Говорит Теми же Словами Я Говорит Если Ты Говоришь Что Ты Верующий Если Ты Принадлежишь Тогда Покажи Это Из Своих дел Потому Что Говорить Все Очень Способны Помните Как Ешуа Вел Себя С Людьми Когда Когда Был Там Реализованный Человек Это Был Шаббат Но Ешуа Говорит Прощают Тебе Грехи Твои И Все Вокруг Слышащие Это Сказали Кем Он Себя Делает Что Он Прощает Грехи Но В Теологии Того Времени Они Да Понимали Что Человек С Большой Властью Может Прощать Грехи Человека Но Они Сказали Между Собой Это Он Говорил Что Он Прощает Грехи Может Я Тоже Могу Прощать Потому Что Это Просто Сказать Прощаются Тебе Грехи Повторите За Мною Прощаются Тебе Грехи Но Все Сказали И Ничего Не Произошло Легко Сказать Но Ишуа Сказал Он Говорит Вы Не Верите Тогда Он Говорит Встань Возьми Постель Свою И Ходи И Человек Получил Внезапное Исцеление Встал И Пошел И Те Которые Вместе С ним Легко Могли Сказать Прощаются Тебе Грехи Тогда Ишуа Говорит Идите В Больницу Рамбом Потому Что Там Есть Отделение Безнадежно Больных И Вот Делайте То же Самое И Посмотрим Кто Есть Кто Мы Здесь Видим Как И Как И Не Обяз Нас Всегда Быть Частью Этого Списка Но Иногда Мы Должны Сами Себе Бросить Вызов И Чувствовать Себя Или Нищими Духом Или Плачущими Или Жаждущими Правды Или Остальные Как Здесь Написано И Каждый Получит Свой Ответ Нищий Духом Как Я Уже Сказал Нищий Духом В нашем Современном Понимании Когда Ты Идешь В Каком Российском Городе Вдруг Ты Видишь Православную Церковь И Сидит Там Бедный Человек И Просит Милостыню И Это В нашем Понимании Не И Духом Если Мы Спустимся На Уровень Его Психологии То Это Человек Который Потерял Надежду И Каким То Образом Ешуа Обещает Ему Тебе Будет Царство Небесное Так Что Я Нормальный Человек Должен Быть Как Этот Человек Я Не Должен Но Иногда Неважно Где Ты Находишься Богатый Ты Или Бедный Средний Или Очень Умный Или Глупый Образованный Или Не Образованный Ешуа Говорит Почувствуй Себя Книщим Духом Как Будто Ты Сидишь Под Воротами Православной Церкви И Тебе Абсолютно Все Все Равно Что Происходит Вокруг Неважно Чего Ты Достиг В Этой Жизни Но В Этот Момент Подумай Что Ты Полный Ноль И Дай Место Богу Говорить К Тебе Когда Ты Полный Ноль Когда Ты Опустошен Как Стакан Тогда Он Может Там Есть Место Чтобы Влить В Тебя Что То И Ты Должен Сделать Это Сам Есть Разные Группы Динаминаций Которые Много Об Этому Учат Мы Мессианские Евреи Меньше Об Этому Мы Больше Учим Живи Праведной Жизнью И Слав Бога И Верь Что И Все Будет Хорошо Но Иногда Нам Нужно Быть Как Эти Немного Не От Мира Сего Нужно Подавить Свои Желания Это Как Немного То Что Мы Делаем На Йом Кипур Это Как Йом Кипур И Иногда Нам Нужно Делать Это И Поэтому Я думаю Что В Еврейской Традиции Не Только Йом Кипур Нужно Поститься Есть Еще В Еврейской Традиции Пост Эстер Девятая Авва И Остальные Дни Когда Тебе Нужно Быть В Посте Я Не Говорю Сейчас Про Даты Я Говорю Про Концепт Если Ты Посмотришь Третий Стих И Ты Говоришь Да Я Хочу Царства Небесного Тогда Тебе Нужно Найти Время И Опустошить Себя Это Выбор Если Вы Проходите Все Эти Блаженства Написано Тогда Вы Будете Как Город Стоящий На Вершине Горы И Свет Его Распространяется По всему Миру Какое Значение Этих Стихов Уже Не Нужно Будет Делать Много Потому Что Ты Вырастешь Внутри Себя С Богом И Его Помазание Будет На Тебе И Тебе Не Нужно Будет Делать Много Ты Просто Будешь Сидеть Но Люди Издалека Будут Видеть Твой Свет И Эти Слова Параллельны Пророчествам Ветхого Завета Там Написано Что Придет Время Когда Десять Язычников Возьмутся За полу Иудею И Скажут Я буду Держаться Только Научи Меня Уставом Божьим И Это Слово Для Нас Особенно Для Тех Которые Живут Здесь В Этой Стране Опустошаешь ли ты Себя Иногда Не Всегда Нужно Сидеть Под Воротами Ортодоксальной Православной Церкви Или Синагоги Или Мечети Неважно Не Просить Милосты И Быть В Состоянии Конченым Но Иногда Нам Нужно Себя Опустошать Блаженные Плачущие Ибо Они Утешатся Так что Мне Нужно Кого-то Потерять Близкого Чтобы Опять Плакать Быть В Скорби Не Дай Бог Но Если Мы Открываем Псалом Есть Один Псалом Пришел Пророк Нафан К царю Давиду После того Как Давид Согрешил Из Версавии И Он Сказал Ему Ты Сделал Так И Так И В этом Смысле Нафан Был Как Обличитель Дух Святой А Давид Был Как Один Из Нас И Написано Что Давид Покаялся И Он Говорит Такие Слова Отец Мой Бог Твой Дух Только Не Отними От Меня Не Оставляй Меня И Когда Ты Читаешь Псалом Тогда Ты Понимаешь Эту Скорбь Давида Что Он Уже В Траури Хотя Никто Там Не Умер На самом деле В Том Тогда Умер Его Новорожденный Ребенок Но Здесь Говорится О другом Иногда Нам Нужно Открыть Себя Перед Святым Духом И Тогда Мы Найдем Что Тогда Он Начнет Говорить С Тобой Он Скажет Ты Человек Гордый Или Ты Человек Упрямый Или Ты Человек Который Постоянно Сердится Все Эти Категории Они Очень Существуют В Срединах Не Нужно Тебе Быть Вором Для Того Чтобы Грешить И Для Того Чтобы Вор Перестал Вор Его Можно Запереть В Тюрьму Но Если Ты Постоянно Сердишься Что Тогда С Этим Делать Это Очень Большая Проблема Или Есть Люди У Которых Грязный Язык Знаете О чем Я Говорю Они Ангелы Просто Небесные Когда Они В Общине Или Когда Они Молятся Но Иногда У них Святой Образ Спадает И Они Начинают Своих Близких Так Ругать Что Почему Я Говорю Если Святой Дух Тебе Показывает Этот Момент Возможно Тебе Нужно Быть Как Давиду В скорби О Твоем Духовном Состоянии И Как Результат Ты Получишь Утешение Не Только Кто-то Тебе Скажет Не Переживай Мой Друг Все Будет Хорошо Но Утешение С Небес Вы Знаете Что Одно Из Имен Святого Духа Это Утешитель Бог Говорит Я Утешу Тебя Блажен Миротворцы Нет Блажен 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 Кроткий Ибо Они Наследуют Землю Кроткий Я Опять Хочу Вернуться К Образу Моше Про себя Про себя Много Не Дум И Когда Я Говорю Вы Пожалуйста Подумайте Про себя Сравните Сделайте Такой Сравнительный Анализ Соболь Я Я не хочу слишком выпрыгивать вперед. Человек скромный говорит, я не хочу быть на виду, впереди. Я хочу сидеть в своем тихом месте. Я простой человек. Я не сложный. Я никого не сужу. Потому что кто знает, что этот человек сейчас проходит, какие у него мысли. Только Бог его судья. И кто я такой? Для того, чтобы заходить в это. И вдруг мы вспоминаем, кто такой все-таки был Муше. Три миллиона человек были под его лидерством. Огромная ответственность. Много бунта. Много недовольных. И как ты во всех этих комбинациях и ситуациях продолжаешь оставаться скромнейшим человеком. Это вопрос к тебе. Находится ли по твоим лидерствам три миллиона человек? И у тебя есть какие-то бунтари, которые постоянно тебе делают проблемы. А завтра тебе нужно накормить три тысячи или тридцать или триста. Возможно, мы маленькие. Но мы думаем про себя, что мы очень большие. И Ишуа бросает нам вызов простым словом. Ты немножечко себя успокой. Ты не суперстар. Потому что сегодня есть очень популярно, что каждый хочет быть суперменом. Сейчас ты можешь зайти на любой сайт в интернете и какой-то коуч, какой-то учитель по успеху может тебе сказать, приди на мой курс и я научу тебя быть лидером успешным и так далее. Но Ишуа бросает тебе вызов. И он говорит, ты хочешь получить что-то с небес, тогда попроси у меня помощи и сделай себя более простым. Когда мы иногда научимся проходить такие уроки сами, тогда мы увидим как сила с небес зайдет внутри нас. И мы не почувствуем эту нужду бежать во всех направлениях и доказать, что я чего-то стою. Ишуа каждый раз использует примеры и выражения Святых Писаний. И если мы посмотрим, кто такие, которые жаждут и правды, идеальное место для того, чтобы научиться этому это открытие книгу пророка Исаии 32 главу и прочитать несколько первых стихов. Давайте откроем Исаия 32 глава. Исаия 32 глава. Здесь написано, вот царь будет царствовать по правде и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники ввод в степи и как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Уровень, о котором Исаия говорит здесь это очень высокий уровень. Это жить по правде и быть человеком, который ищет Божьего лица. И когда мы думаем о себе, для нас это практически недостижимый уровень. Но когда я думаю об этом, я эту проповедь подготавливал где-то две недели и размышлял о всех этих вещах. Так все время у меня в голове это место Писания где Ишуа сказал невозможно человеком, возможно Богу. И когда мы смотрим на список блаженный, 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 и у вас будет такая-такая награда. И мы конечно хотим все награду, награду, но как быть блаженный, блаженный, мы не знаем. Но да, Бог может помочь нам. И здесь, в этом месте Писания, где написано блаженный, алчущий, жаждущий правды, потому что они насытятся. Я нашел здесь место Писания, которое мое самое любимое во всем Танахе. Если мы сейчас откроем еще раз Исайю, 53 главу, в 11 стихе написано очень интересное слово. И на самом деле на русском там другой смысл немножко. на Еврите здесь написано написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Написано на русском слово он будет смотреть на подвиг души с удовольствием, довольством. Это одно и то же слово, как если бы было написано, что ты поел и ты вот наелся и тебе хорошо. А в Торе, когда мы принимаем пищу, не всегда нужно молиться до. Но в Торе написано, когда ты умерешь и сават, тогда тебе спасибо к Богу. И здесь написано, здесь есть две ошибки в русском переводе. Я хочу углубиться немножко истолковать, потому что это интересно. Здесь написано о машех или герой. Он будет рад тому, что он сделал. И на русском написано, тот, кто его узнает, тогда тот его оправдает. так мы в основном понимаем. То есть нам нужно в него верить и тогда он нас оправдает. Это тот текст, который мы читаем. Но на еврейте написано по-другому. Там написано, что он сделает для нас что-то и он будет рад и доволен тем, что он сделал. и только по его мнению он праведник оправдает многих. и это связано напрямую с местом Писания в Евангелии от Иоанна и в других Евангелиях, где написано, что Ишуа говорит, что мой отец уже никого не судит, но весь суд отдал сыну. И об этом судье и когда мы говорим о каком-то судье, тебе не нужно верить в этого судью, который тебе вынесет переговор. он делает то, что он считает нужным. не дай бог, если кто-то был на суде, у меня однажды была авария. я 200% был уверен, что я в этой аварии прав. но судья решил по-другому. он сказал 50 на 50. А человек который был со мной он говорит тебе просто стоит согласиться. И мне не нужно было верить в это судью. Или мне бы не помогло если бы я верил в него или нет. Я сидел там и что он решил то он решил. И согласно этому местописания Ешуа который представитель милостива Бога с небес. Он судит нас и оправдывает нас только согласно его желанию. И не только согласно его мнению. Мы должны сделать то что мы можем. Но мы должны понять что он босс. у нас нет никаких возможностей манипулировать им. Но когда мы смиряемся перед ним и то что там написано блаженный и мы можем себя продисциплинировать тогда мы получаем награду с небес. Я хочу на этом завершить сегодня. у меня есть такое чувство что частично люди понимают частично нет. И возможно вы спросите зачем ты вообще говоришь об этом. Возможно когда ты взрослеешь ты больше об этом думаешь. Возможно со мной сейчас происходит. Но я думаю что у каждого есть такая нужда подумать подходит или не подходит где я в этом положении и что я хочу от Бога. я лично хочу встретиться с ним я хочу его лица и я хочу прочувствовать его царство не только в будущем но и сегодня внутри себя я хочу прочувствовать его царство я каждому из вас желаю чтобы у вас было это желание я хочу помолиться отец наш небесный я чувствую что в воздухе витают различные мысли дай нам Господь хотеть тебя и твоей воли во имя ищу аминь аминь